Общее сведение. Псевдодеменция. Состояние из группы реактивных психозов, впервые описанное немецким психиатром Карлом Верненьке во второй половине XIX века, активно изучалось российскими и советскими психиатрами М. Город Гулемовым и Н. Хромовым и Ф. Ивановым. Существенный вклад в исследование и классификацию псевдодеменции внесла профессор Дни Испаим. Сербско-энофилинское. Расстройство имеет сходную симптоматику с поррелизмом и гонзеровским синдромом, что иногда обуславливает трудности при четком разграничении перечисленных патологий. Заболевание является истерической психогенной реакцией, не сопровождается органическим поражением головного мозга. Может возникать в любом возрасте. Точная распространенность неизвестна. Псевдодеменция. Причина псевдодеменции. По мнению психиатров, основной причиной возникновения расстройства является психогения, длительное пребывание в психотравмирующей ситуации, интенсивное краткосрочное травматическое воздействие, неразрешимый или затянувшийся конфликт и т.д. Исследователи отмечают. Неспецифичность психогенного воздействия. В качестве провоцирующего обстоятельства может выступать стихийное бедствие и пребывание в зоне военных действий или события локального. Масштаба, воспринимающаяся как личная жизненная катастрофа. Существует ряд факторов, увеличивающих вероятность развития псевдодеменции при морбидной личностной особенности. Патология чаще возникает у лиц с нерезко выраженными психическими нарушениями уровень психопатии или акцентуации характера. Обычно псевдодеменцией страдают пациенты с истерическими или эпилептидными чертами, реже – с циклоидными или шизоидными. Приобретенные психические расстройства. Специалисты указывают, что риск развития депрессивного варианта псевдодеменции повышается при наличии психогенной депрессии. Предшествующие органические поражения. Существует исследование, доказывающее связь между псевдодеменцией и патологиями головного мозга органической природы, в частности, травматической теологии. Заболевание может возникать на фоне психопатоподобных состояний интеллектуального снижения в отдаленном периоде после черепно-мозговых травм. Патогенез-специалисты полагают, что причиной развития псевдодеменции является невыносимая для пациента стрессовая ситуация, из которой он стремится Выйти, одновременно осознавая безнадежность своего положения. Два эффективно заряженных процесса создают два очага чрезвычайно высокой активности в головном мозге. В результате в остальных отделах неокартекса возникает глобальное торможение, которое оказывает на когнитивные функции примерно такое же действие, что и деструкция мозговых тканей и лобных долей при органической деменции. При псевдодеменции этот процесс носит функциональный полностью обратимый характер. Расстройство является истерической реакцией, но не симуляцией представляет собой патологическое защитное реагирование, обусловлено объективно существующим патогенетическим механизмом, не зависит от воли и намерений больного. Классификация как в российской, так и в зарубежной клинической классификации заболевания выделяется два варианта псевдодеменции, но эти варианты не полностью совпадают между собой, что связано с различными взглядами отечественных и зарубежных исследователей на данное заболевание. В соответствии с российской классификацией существуют следующие виды патологии. Ажитированная псевдодеменция Чаще диагностируется у пациентов с органическими поражениями головного мозга. Характеризуется острым началом, выраженным психомоторным возбуждением, резкими эмоциональными колебаниями от эйфории к тревоге и страху. Быстрой речью, абсурдностью ответов на вопросы, ярко выраженным симптомам неправильных действий. Депрессивная псевдодеменция Обычно возникает на фоне депрессии. Типично постепенное развитие преобладания тревожно-подавленного настроения, замедление мышления и речи. Часто наблюдаются ответы в форме отрицания, неправильные действия выражены неярко. Симптомы псевдодеменции На начальном этапе пациенты утрачивают способность ориентироваться в месте и времени, чувствуют тревогу и страх, пытаются спрятаться, забиться в угол. Возможно параноидные переживания и устрашающие гипногогические галлюцинации. В последующем возникает растерянность, проявляющаяся в мимике, жестах и высказываниях. Больные удивленно смотрят на обычные предметы, не понимая, что это, не могут самостоятельно сесть или лечь на кровать, ползают на четвереньках, едят без помощи столовых приборов. Возможно элементы поэррелизма, включающие в себя капризничание, гримасничание, имитацию детских игр. Основное место в клинической картине занимает внезапно возникшие ярко выраженные расстройства интеллектуальной деятельности, появляющиеся в меморечии и мемодействиях. Меморечь неправильная речь представляет собой бессмысленные, несообразные ответы на вопросы. Пациенты не могут указать месяц и год, сообщить, где находятся, ответить, как их зовут, путают простые названия. Больные не способны выполнить элементарные арифметические действия, произвести сложение или вычитание двух одноразрядных чисел. При ажитированной псевдодеменции преобладают абсурдные ответы и пациенты называют лето-зимой пол-потолком. При депрессивном варианте расстройства чаще встречается отрицание «не знаю, не помню» и халалии повторения слов врача. Внешне меморечь может напоминать нарушение речи при шизофренической разорванности мышления, однако, в отличие от больных шизофренией, пациенты с псевдодеменцией в своих ответах не утрачивают смысловую связь с вопросом, называют понятия и предметы, находящиеся в одном смысловом поле с предметами и понятиями, которые упомянул психиатр. Мемодействие представляет собой невозможность выполнить простые действия, воспроизвести автоматизированные навыки. Больной пытается надеть носок на руку, не может правильно взять ручку или ложку, путает спинку и переднюю часть рубашки и пер. Иногда мемодействие приобретает характер хапраксии, при которой пациент повторяет движение за врачом. При стертой форме мемодействия, характерной для депрессивной псевдодеменции, больной испытывает затруднения при выполнении простых команд. Например, после просьбы врача поднять правую руку долго рассматривает руки, как будто не в силах выбрать, и поочередно поднимает обе. В последующем клиническая симптоматика либо становится менее выраженной, либо усугубляется. Во втором случае ажатированная псевдодеменция может трансформироваться в аэролизм, депрессивная, в психогенный ступор. Продолжительность заболевания колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев, затем симптомы постепенно редуцируются, наступает выздоровление. Реже наблюдается затяжное течение бессущественной динамики на фоне субступорозного состояния. После выздоровления воспоминания о произошедшем период болезни отсутствуют чаще при ажатированном варианте или носят отрывочный характер. Диагностика Диагноз устанавливает психиатр на основании анамнеза предшествующая психотравмирующая ситуация и характерных клинических симптомов. Псевдодеменцию дифференцируют с шизофренией, органическим слабоумием, симуляцией, реже, с другими заболеваниями и состояниями, сопровождающимися афазией и апроксией. Ответы больных шизофренией выпадают из смыслового поля вопросов. При симуляции отсутствует целостность клинической картины и типичная динамика болезни. При тяжелом органическом слабоумии не выявляется неосознанная способность защищать свои интересы, характерная для псевдодеменции симптомы. Имеет определенную выгоду для больного, позволяет устраниться из травмирующих обстоятельств, получить заботу и внимание. Симптоматика деменции более стабильно имеется указание на предшествующее поражение головного мозга, в ряде случаев возможно выявление органической основы заболевания при помощи объективных методик КТ-МРТ. Лечение псевдодеменции лечение осуществляется в условиях психиатрического стационара, в целом производится по тем же принципам, что и терапия и истерии. Существенную роль играет устранение психотравмирующего фактора. Терапевтическая программа может включать в себя медикаментозную терапию. Лекарственные препараты подбирают с учетом состояния больного и вида расстройства. При депрессивном типе патологии используют антидепрессанты. При интенсивном возбуждении пациентам с ажатированной псевдодеменцией назначают ранквилизаторы, реже нейролептики. Психотерапию. После купирования острых явлений применяют психоанализ, поведенческую терапию, групповую терапию. Целью совместной работы врача и пациента является выявление психотравмирующих ситуаций, коррекция отношения к этим ситуациям, выработка оптимальных способов поведения. Физиотерапию. Эффективен массаж электросон. Другие физиотерапевтические методики помогающие снизить уровень тревоги, нормализовать психологическое состояние.